Всем привет, ребята! Меня зовут Карина Ракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя, дорогой мой друг, на моем канале. И сегодня мы снимаем с Полиной видео... Мармеладная еда против настоящей. Да, я как раз-таки еще в интернете даже не видела таких челленджей. Мы с тобой смотрели вообще? Мы не видели, по-моему, даже таких видосов. Да, а было, кстати, популярно что-то такое в 2016-м. Ну, вроде бы сравнивали обычную еду с мармеладной, но как бы мы с Полиной прям так очень хорошо подготовились. Изначально вообще всю еду составили на стол, потом поняли, что выглядит это все как пилиберда. Поэтому мы за кадром отложили всю мармеладную еду, у нас там очень много всего, и настоящую. Не представляете, сколько бабок мы потратили и на мармеладу? И сколько запаха! Да, сколько запаха еще, это вообще, конечно, самый настоящий трэш. Мы еще эти мармеладные сладости, блин, около трех дней ждали, и к нам разные курьеры приходили. Короче, мы так заморочились. Проверьте, ребята, вашу интуицию и напишите ниже в комментариях, какую еду мы сегодня будем сравнивать. Ну, настоящую и мармеладную. А мы желаем вам приятного просмотра, запасайтесь мармеладками, вкусным чаем, ставим лайк под этим видео, подписываемся на мой канал. Если вы до сих пор этого не сделали, а мы можем начинать, приступаем к правилам. Правило нашего челленджа заключается в том, что у нас есть две вот таких вот записочки с настоящей едой и с мармеладной. И мы наугад вытаскиваем. Мне, к примеру, попалась настоящая. Это значит, что я беру настоящую еду, а Карина берет мармеладную, и мы ее пробуем. А чтобы понять, какую еду мы будем кушать, мы вытягиваем вот такие вот карточки, где написан каждый вид продуктов, что мы с Полиной подготовили сегодня для ролика. Карточек 10, поэтому сегодня мы, так сказать, от души нажремся, либо мармеладками, либо настоящей едой. Как бы будем комбинировать, так сказать, поэтому мы можем начинать. Полина, вытягивай любую карточку, я уступаю младшим. Я хочу вот эту. Это у нас... Это бургер! Еда в студию. У нас имеются вот такие вот два бургера. Один настоящий Биг Мак, второй мармеладный большой бургер. Они даже по размеру, так сказать, одинаковые, только тут повыше, потому что это настоящая еда, а мармелад чуть-чуть пониже будет. Давай же скорее вытащим, кто что будет есть. Давай. Так. Я вытянула. Мармелад. Да! Ура! Я буду сейчас кушать Биг Мак. Так, окей, открываем. Мммм. Это можно убрать, в принципе. Райское наслаждение, ребята. Прекраснейший бургер. Погоди. Все злеты сказали пока. Я открываю свой... Ой, Полина, как пахнет! Как пахнет твой бургер! Мой выглядит вот таким вот образом. Он в пластмассовый такой вот коробочек. Горшок какой-то. Открываем. Итак, ребятки, внимание, мой мармеладный бургер, который почему-то... А! Угу. Тесто внизу у бургера я, к сожалению, не наблюдаю. Походу ошиблись. Это сразу же мы вычитаем с Полиной один балл. Бургер выглядит вот так вот, без теста внизу. Вот такая вот прекрасная картина. Давай я откушу точно так же, как и обычный. Я откусила, как обычный бургер. Могу сразу же сказать, что мармелад не первой свежести. Он достаточно твердый. Теста внизу у нас нет. Ну и по вкусу я чувствую только вишню. То есть мармелад не напоминает бургер. Это логично, так как мармелад со вкусом бургера это что-то было бы странное. Ты что скажешь по поводу обычного бургера? Очень вкусный бургер. Я пошла. У вас. Полиночка у нас оценила бургер. Мы их пробовали, естественно, не один раз. Но, к сожалению, по нашим правилам, попробовать мармеладный бургер у Полины сегодня не получится. Итак, я так понимаю, ты оцениваешь этот бургер 10 баллов из 10. Конечно же. А я оценю, пожалуй, на шестерочку, потому что я пробовала мармелад и повкуснее. Поэтому я ставлю 6 баллов. Ну а теперь будет вытаскивать Карина, что мы будем кушать. Так, я не буду медлить. Сразу же вытягиваю и нам попадается пицца. И, ребятки, пиццу настоящую нам доставили буквально 3 минуты назад, поэтому она горячая. Я очень хочу настоящую пиццу, ребят. И прямо сейчас я вытяну мармеладную. Спасибо. Это закон подлости, Полин. 100%. Я аж закашляла от прошлого бургера. Еда в студию, дорогие. У нас имеются вот такие вот две пиццы. И я забыла совсем объяснить вам, зачем стоят тут стаканы. Чтобы мы запивали еду, если нам вдруг захочется. Там обычная вода. Тут у нас настоящая пицца с ветчиной, сыром и грибами. Моя любимая. А вот тут вот мармеладная пицца. Поэтому открываем красоту. У меня эта пицца горячая. Посмотрите, как красиво она выглядит. Немножечко, конечно, потрепанная жизнью, так как ее, наверное, курьер немного... Вот так, вот так. И наперекосяк. Покажи. Ребят, посмотрите, какая пицца. С ума сойти. И это все мармелад. Просто с ума сойти. Я открываю пиццу и беру кусочек. Я не буду обожраться, но эту пиццу я оценю. Ребят, без лишних слов. Ммм, как пахнет. Эта пицца определенно вкусная. Я бы не хотела возразнить. Поэтому очень надеюсь, что прямо сейчас вы тоже кушаете вместе с нами какую-то еду. Наконец-то я распаковала пиццу. А я попробовала эту. У Полины из пиццы полетели ягодки. В общем, ребята, я беру вот такую вот ищенку сверху этой пиццы. Пробую ее. И как? Твердо, почти безвкусно. Мне не очень нравится. Попробуй ягодки. Попробуй тесто, которое вокруг в виде бананов, кстати. Чтобы вы понимали, пицца, в принципе, очень красиво выглядит. Я по правилам кушать ее не могу, так как я уже попробовала настоящую. Вот. И настоящую, в принципе, я оцениваю на 9 баллов из 10. Потому что, во-первых, нам принесли ее в не особо крутом виде, как хотелось бы. Немножечко помятая пицца была. И вкус не сильно насыщенный. Хотя бывает больше ингредиентов добавляют в подобные пиццы. И она прям вот изумительная. Тут 9 баллов из 10. Ну и попробуй, Полин, тесто вокруг. Что ты скажешь вообще, как пицца эта выглядит? Я хочу попробовать пиццу. Мармеладная пицца в пицце. Да, прикиньте, ребят, вот тут вот в этой пицце есть еще пицца. Маленькая. Вот она должна быть вкусная. Невкусная? Ребят, все очень твердое. Вкус в мармеладе практически отсутствует. И пицца не в самом хорошем виде. То есть, может быть, я ее расстресла, конечно. Но мне кажется, можно было, кстати... Она была запечатана, ее не растрясти, Полин. Мне кажется, можно было ее сделать как пицца, а не как какой-то винегрет. С грушей, бананами, ягодами и пиццей. Ну да, в принципе, могли пиццу сделать даже вот таким вот образом. Но, по-моему, платила я за эту пиццу около двух с половиной тысяч рублей. Потому что тут навалено очень много всего. Тут и груши, тут и медвежата. На пиццу не похоже, Полин. Я бы, наверное, так как я не пробую, но я бы на твоем месте оценила так, что хотя бы положили бы они в пиццу ингредиенты, которые обычно добавляют в пиццу. Реально. Они окружили пиццу бананами, не добавили бы туда малину, мармелад в виде груши. Это все очень странно, но при этом вкус, наверное, как мармелад обычный, да? По десятибалльной шкале? Семь. Договорились. Идем дальше. И дальше по очереди вытаскиваю я, что мы будем пробовать. Я немедлю, как сказала Карина, и вытаскиваю вок. Вок это такая лапша. Японская, да? Японская лапша. У меня есть вот такая вот мармеладная лапша. А у меня вот такая вот настоящая лапша с морепродуктами. Я, если честно, наелась мармелада, поэтому я очень хочу поесть настоящую еду. Давай, вытягивай. Вытаскивай ты. Окей. Мармелад. Ура! У меня будет настоящая лапша. Окей. Кстати, выглядит это все довольно-таки вкусно. Симпатично. Видим креветки, кальмары, грибы, лимон. Лапша у нас прозрачная. Пока Полина идет за вилочкой, так как мы палочками кушать лапшу. Тебе вилка, наверное, не понадобится. Особо не умеем. Да, мне вилка вряд ли понадобится. Я открываю пока эту, пока Полина пробует. Выглядит она очень красиво. И внутри можно обратить внимание тоже на сбор симпатичных мармеладов. Открываем. Блин. Ну это не так натурально, как хотелось бы, потому что лапша просто в пакетике. И она запечатанная. Тут даже запечатали мармелад не специально. Окей, давайте я отсюда попробую. Прикиньте, тут еще в этом мармеладе еще мармелад. И он тоже запакован. Это очень мягкий какой-то мармелад. Я его тоже попробую. Что у нас там такое в лапше? Если честно, мне не очень понравилось то, что оно острое. Но, скорее всего, там было написано, что оно острое. Острое? Угу. Я не видела. Прямо очень острое. Если этого не написали, то это минус балл. Поэтому я не буду ничего читать, потому что я точно не знаю, написали, что оно острое или нет. Я так понимаю, лапша на любителя, правильно? Да, реально на любителя. Я достала и попробовала мармеладку, которая была запакована отдельно от всех в этом пакетике. Это у нас зефир в сахаре. Дальше пробуем саму лапшу, которая вот таким вот образом выглядит. Ну да, лапша. Она реально похожа на лапшу. Блин, лучше бы мне мармеладная попалась. Одну из я попробую. Бесспорно. 10 баллов из 10. Очень насыщенный вкус, очень мягкий мармелад, который чуть-чуть, так поняли, прилипает к зубам и дает такое приятное ощущение. Прямо максимально. И розовую лапшичку я попробую обязательно. Вот она еще мягче. Также тут у нас есть креветка. Видите, как мы с Полиной подготовились прям до мелочей. Вот такая вот оранжевая креветка. Полина у нас тоже кушает креветку. Вкусная креветка. Нормальная креветка? Угу. Свежая. Этот мармелад с креветкой тяжело жуется. Больше по вкусу мне понравилось. Если Карина мне подскажет, что это, я скажу, оценю. Кальмар. Кальмар безвкусный, из-за того, что тут лимон, он со вкусом лимона. То есть, как будто я ем засохший лимон. Угу. А мне понравилась отсюда только лапша, и из-за этого я поставлю 9 баллов из 10, потому что зефир не в тему, я тоже не поняла вообще, к чему он тут был. Но, в принципе, лапшичка неплохая. Ты как оцениваешь этот? Я оцениваю лично по моему вкусу, я бы не стала это доедать, поэтому 4 балла. Окей. У каждого свой вкус, кто-то, возможно, любитель острого и подобной пищи смог бы оценить на 10 баллов из 10. То есть, для остальных, если посудят, типа, для тех, кому это нравится, я бы оценила на 8, потому что тут не очень свежие кальмары, и большинство продуктов просто со вкусом лимона. Окей, убираем. Дальше вытягиваю я, посмотрим, что же попадется. Аллокадо. Я не очень люблю аллокадо. Я тоже. Тем более, после сладкого как-то не особо мне охота кушать настоящий авокадо. Поэтому мы обе хотим мармеладное. Я вытаскиваю, вот так вот мешаю и достаю мармелад. Эй, мне нужно кушать настоящий авокадо? Ну ладно. Доставай там наши авокадки мармеладные. Еда в студию! Вот такие вот авокадки маленькие и настоящий авокадо. Я просто надрежу кусочек и попробую вместе с вами. А Полина может кушать, сидеть обычный. Вот так вот я это делаю. И кусаю, пробую авокадо, потому что очень часто попадаются несвежие, твердые, несозрелые. Поэтому оценю сейчас это. Я не понимаю, что это за вкус, но вкус каких-то духов. Мармелад реально по запаху похож на какие-то духи детские. Не совсем детские, какие-то мужские. По вкусу мужские духи. Сильно много химикатов. А вот это авокадо, оно немножечко нетозрелое. То есть оно твердое и слышно, как оно во рту чуть-чуть хрустит. Так быть не должно. Цвет еще сильно зеленый, поэтому я ставлю 6. Окей, я ставлю 8, так как авокадо сам по себе очень вкусный фрукт. Или это овощи? В общем... Это точно не фрукт, Карел. Так, погоди. Ягода. Авокадо. Очень вкусная ягода. В общем, это моя вина, что я купила недозрелое авокадо, но так оно очень вкусное. Поэтому я оценю в 8 баллов из 10. Жалко, конечно, что мне не попалось настоящее, потому что это, конечно, не айс. Откладываем. Сейчас мы запьем наше авокадо. И вытянем карточки, твоя очередь. Банан. Банан? Ну что, бананы в студию? У нас есть очень много маленьких мармеладных бананов. И один вот такой вот громадный настоящий. На самом деле, я очень люблю бананы, которые немножечко зелененькие. То есть, по вкусу они будут просто превосходными. Это 100%. И вот такие вот мармеладные бананы я пробовала и в детстве их просто обожала, потому что они еще в сахаре. Я хочу мармеладные бананы, поэтому я беру, размешиваю и достаю себе мармеладные. Окей, повезло. Хорошо, я тогда ем настоящую. Настоящий банан, который выглядит очень зрелым. Выглядит очень аппетитно. Очень хорошо чистится. По вкусу безумно сладкий. Очень-очень свежий. Но, блин, капец какой калорийный. У меня очень вкусные мармеладные бананы, ребят. Они, конечно, не из дешевых, но они стоят того. Они с сахаром, они очень вкусные. Они мягкие, в сахаре, напоминают чем-то зефир и очень вкусный вкус. То есть, это напоминает банан. То есть, отдает бананам. И мне очень нравится. Супер, потому что, например, вот с мармеладками авокадо нам не смогли передать вкус авокадо. А вот с такими мармеладками получается, которые более натуральные. 10 из 10. 10 из 10. Я тоже оцениваю точно так же. Продолжаем. Теперь вытягиваю я и карточку с мармеладным настоящим тоже вытяну я. А то что-то я давно не вытягивала. Итак, роллы. Наконец-то роллы. Итак. Ребята, чтобы вы понимали, я переела роллы и я их просто не могу терпеть. И я просто надеюсь, что мне попадутся мармеладные, потому что я их ненавижу. Окей, и так, Полиночка, сейчас посмотрим. Давай тяни. Я ем настоящее, тебе повезло. Ребят, так, мы не жульничаем. Тут реально настоящее. Настоящее. Хорошо, Поля, тебе повезло. Я люблю и обычные роллы. Еда в студию. Итак, у меня есть вот такие вот роллы. Я купила сет с лососем. То есть тут в каждом ролле присутствует лосось. У меня есть, я так понимаю, Калифорния, обычные роллы и еще какие-то. Я не разбираюсь в названиях. Знатоки можете написать ниже в комментариях. Вот этот сет я помогу Полине открыть с помощью ножниц. Он стоил около, сколько, тоже двух тысяч рублей. Не дешевый. И тут как бы есть все. И васаби. И такие как настоящие. Да, и тут все роллы, они тоже как бы с лососем справа, чтобы вы видели. Сейчас, ребята, я возьму палочки и палочками буду есть. Мармеладные роллы? Да. Упаковка, ребят, очень крутая. Все продумано. Можно немного поесть и закрыть обратно, и мармелад не засохнет. Карин, можешь мне подать, пожалуйста, палочки? Держи, ты первая. Потом этими же палочками я поем. Блин, ребят, посмотрите, какой выбор. Ребят, просто посмотрите, как это круто выглядит. Тут есть креветочки, суши. Все так реалистично и красиво выглядит. Даже есть соус, ребят, посмотрите. Он прям вот такой вот в маленькой коробочке. Соус реально с мармеладными ими. Все, я пробую. Давай, дегустируй. Сейчас я возьму вот этот вот ролл. Ребята, он из зефира. То есть прям реально зефир. Маршмеллоу. Я даже не знаю, как его взять этими палочками, потому что он прилипший. Я макаю в соус. Да, типа по макалу. Блин, хочу, чтобы вы обратили внимание на то, ребят, насколько мягкий мармелад. То есть я своими ноготочками могу без палочек взять. Тут у нас лосось. Реально в виде рыбки. Обратите на это внимание. И очень-очень мягкий зефир. Посмотрите прям, насколько он мягкий. Ребят, смотрите, это тоже ролл вот такой вот. Это, как я понимаю, кока-кола с какими-то ягодными штучками. Сейчас я дужью этот и обязательно попробую этот. Ну, кстати, оно довольно-таки твердое и долго жуется. Какое? Вот это рыбка? А сам зефир? Зефир я уже прожевала, он очень вкусный. Он тает во рту еще, наверное, да? Блин, я бы тоже хотела попробовать, но у меня обычные роллы. Полина, давай, дай-дай этот. Пробуем. Все остальное мы попробуем, кстати, в моем ТикТок-аккаунте. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Обязательно подписывайтесь и по ссылке ниже в описании на мой ТикТок. А я попробую свои натуральные. Скажи, что думаешь по поводу этого? Ребенок офигевает от вкуса. Нет, ну действительно, если взять палочками тот ролл, что Полина только что взяла, можно обратить внимание на то, как круто выглядит этот мармелад. Он очень, я не ем. Вкусно пахнет, наверняка мягкий-мягкий. Очень мягкий. Так что, Полиночка, оценивай этот сет, так сказать, с роллами. Я ставлю ему 10 из 10. Я бы поставила 20 из 10. Ребят, это очень. Ну тут все очень красивое, все мягкое, все суперское. Еще раз вам покажу, как выглядит этот набор. Он прям идеально выглядит. Тут есть все, что мы еще даже не попробовали. А я попробую настоящий ролл, который, по-моему, называется Филадельфия. Или Калифорния, скорее Филадельфия. Я пока что пробую соус, доедаю тут все. Ребят, это очень вкусно. У меня тоже. То есть, бывает, доставляют роллы немножечко подсохшие. Которые реально не тают, так сказать, во рту. А мне есть с чем сравнивать, потому что я очень часто ем роллы. И именно этот ролл, он действительно супер мягкий. Лосось у меня буквально растаял во рту. Рис тоже очень легко прожевался. Все безумно свежее. Есть еще вот такой вот ролл. Он еще вкуснее. А Полина бедненькая переела роллов. И теперь просто на них смотреть не может. У меня, кстати, было точно так же. Роллы я оцениваю однозначно на 10 баллов из 10. Они очень вкусные. Я оцениваю на 100 баллов из 10 мои роллы. По сравнению с этими, так вообще 100. Ну, твоих покруче, конечно. А мы продолжаем. Теперь вытягиваю еду я. Тут осталось совсем немножко. Я вот так вот размешиваю. И достаю пончик. Ура! Нам повезло. Пончик у нас, кстати, достаточно необычный. Продолжаем еда в студию. Настоящая и мармеладная. У нас есть вот такой вот классический пончик. По-моему, в нем даже нет крема. По крайней мере, я надеюсь, что он там будет. Пончик я ела очень-очень давно. Я очень хочу настоящий пончик. Также есть мармеладный, который Полина вам сейчас показывает. И он в такой же упаковке, как я вам сейчас покажу. Как был и упакован бургер. Точно такая же фирма, поэтому у пончика тоже нет дна. Чтобы вы понимали, пончик только сверху, блин, пончик. А внизу... Хотя, слушай, нет. Пончики так и должны быть. А вот с бургером они, видимо, немножечко в не то руку ушли. Так, теперь я достаю. Давай. Что я буду есть? Я буду есть мармелад. Спасибо большое. Я очень хотела настоящий. Ешь настоящий свой, Кариночка. Я опять ем мармелад. Давай, я пока дегустирую, а Полина открывает пончик. Кусаем. Ммм, он с кремом, ребят. Господи, как это вкусно. Как это, блин, вкусно и невозможно остановиться. Ребята, у меня пончик выглядит очень даже круто. Мне очень нравится. Тут посыпка, кстати, настоящая кондитерская. Мармеладная подливка такая, наливка. Сироп. И я пробую. Полина прям решила откусить точно так же, как я бургер. Можем обратить внимание на то, как ей это тяжело. Ой. И сразу же, ребята, весь пончик у нас развалился. То есть это временное удовольствие, чтобы детки или люди, которые заказывают эту сладость, кушали вот так вот по кусочкам пончиков. И сломали себе зубы. Вот такая вот у нас красота с посыпкой. Это, видимо, со вкусом колы. Пробуй. А сам мармелад, вот этот, основной, так сказать, материал пончика, твердый, правильно? По вкусу тебе как? Это лакрица, кажется. Вот это? Нет. Это не лакрица, это кола. А по вкусу вот эта основная часть тебе кажется? По вкусу мне не очень понравилось, потому что она практически безвкусная. Отдает, можно сказать, чем-то. Непонятным. Да, послевкусия практически тоже нету. Он очень твердый, я еле как откусила. У меня болят десны теперь, потому что он очень твердый. Попробуй подливку с кондитерской посыпкой. Самую основную часть, может, это как лапша будет вкусно. То же самое безвкусно. Безвкусно. Может быть, ты уже это, просто перенапробовала, так сказать. Окей, оцениваешь ты как? Четыре. Я сто процентов 10 баллов из десяти. Это очень вкусный пончик с кремом внутри. Жалко, что я не могу попробовать. Очень вкусно. А мы продолжаем. У нас осталось три карточки. Итак, я вытягиваю одну из них. Нам попадается кола. Напиток в студию. Ура, мы попьем. Посмотрим, кто у нас сейчас попьет классическую колу, а кто поест мармеладки со вкусом кока-колы. Я хочу попить. Я наелась. Есть у нас вот такая вот тарелочка с огромным количеством мармеладок в виде кока-колы и обычная кола. Это такой приятный бонус, так как, ну, это еда, а это нет. Я вытягиваю. Я ем мармелад. Я пью, господи, спасибо. Я пробую эту мармеладку. Это 100% в пачке Харибо было. И я ем такие мармеладки. Они очень вкусные. Хоть они и тяжело жуются, но это фишка этих мармеладок. Из-за того, что они очень сладкие и насыщенные, ты получаешь максимальное удовольствие, когда разжевываешь этот мармелад. И это длится не быстро. Поэтому мармелад я оцениваю на 10 баллов из 10. Он свежий, он очень вкусно пахнет и жуется реально как жвачка. Поэтому 100% 10 баллов из 10. У меня обычная кока-кола, я ее тоже довольно часто пью. Мне она очень нравится, я ее оцениваю на 10. Супер, продолжаем дальше. У нас осталось всего две карточки, и сейчас я вытяну одну из них. И это у нас доширак. Супер, у нас есть настоящий доширак и мармеладный. Еда в студию. Посреди нас с Полиной появился вот такой вот чайник. И это неспроста, так как у нас есть обычный доширак, как я уже говорила. Я вытяну, можно? Давай. Итак, мармелад, Полина. Ура, я очень хотела настоящий доширак, потому что я, в принципе, их вообще не ем. Я один раз в жизни пробовала доширак, чтобы вы понимали. И я уже забыла, какой он на вкус, поэтому сейчас, можно так сказать, я первый раз буду его пробовать. А, у меня есть вот такой вот мармеладный доширак, который называется лапша любви. Сейчас мы его откроем. Упакован он точно так же, как доширак. И говорят в интернете, что там тоже есть какие-то приправы. Да. Эти приправы в виде белого шоколада, я так понимаю. Или это просто... Это кокосовая стружка, мне кажется. Да? Это кокосовая стружка. А вот это сама лапша с очень кислой посыпочкой сверху. Открываю. А у меня тут вилочка. Вот такой вот доширак. И два пакетика приправ. Я, во-первых, хочу попробовать на сухую поесть, как мне все советовали. Полин, моя школа чистая. Я пока открываю приправу. Нет, я ее растормошу, чтобы прям там было много кокосовой стружки. Открываю. И высыпаю нашу приправу. Та-дам! Очень вкусно на сухую. Теперь я насыпаю приправы. Пока Полина насыпает приправы, я попробую эту лапшу. Она очень-очень яркая. И тут много кислой посыпки сверху. Поэтому я пробую одну из. Ммм! Это не кислая посыпка, ребят. Это сладкая посыпка. Если честно, мне не нравится абсолютно. Потому что это просто сахар. Отдает каким-то протухшим фруктам. Давайте я откушу другого цвета. Очень жесткие. Видите? То есть, я думала, вы даже обратите внимание. Какой-то червяк полудохлый. Вот. Боже, твои ассоциации. Это что? Не, реально, ребят. Как бы мне не нравится. Это очень невкусно. Жестко. И сама посыпка. А ну-ка на вкус. Вот есть камушек. Камушек. Ммм! Это шипучка. Ребят. Это те самые шипучки с детства, которые во рту лопаются. Я не хочу, чтобы у меня сегодня что-то во рту лопнуло. Поэтому, excuse me, я оцениваю эту лапшу на 5 баллов из 10. А сколько доширак варить, ты не знаешь? А, похер, я всегда так ела. Ладно, теперь я достаю вилку. А может быть, человеческую вилочку Полину поесть? Мне надо эту, которая в дошираке была. Хорошо. Оно не доварилось, но как Карина нам посоветовала. Давай я размешаю. Господи, ребят, я так раньше обожала доширак. Для меня позволить себе купить доширак иногда, но так как нам мама с Полиной всегда не разрешала, это было отдельное удовольствие. Так что, Полиночка, вот тебе на вилочке чуть-чуть подуй и пробуй. Я думаю, тут даже комментировать не надо. Я помню вкус доширака, поэтому мне, в принципе, неохота сейчас как-то его дегустировать. Вот, Полина сейчас точно скажет, как ей дошик спустя долгое время отсутствия пробы этого доширака. Что скажешь? Это очень вкусно. Тем более после сладкого приторного мармелада, да? Я попробую Наруто, потому что оно всего одно тут. Полина, видимо, спутала это с японской лапшой, нет? Наруто. Это Наруто. Да? Это розовое, это Наруто. Оно безвкусное. Оно, кстати, отдает крабам. Ну да. Мне очень понравился доширак. Я оцениваю его на 10 баллов из 10, потому что быстро, вкусно. Вредно, правда, но тут все вредно, что мы ели. Оцениваю на 10. Ну и последнее, что у нас осталось, над чем вы, в принципе, ребятки, сейчас поугараете, это яичница. Яичница. Итак, еда в студию. Вот так вот мы с Полиной смогли приготовить настоящую лапшу. Мы пробовали два раза, но у нас... Вот обманываешь, Карина готовила. Вообще-то ты готовила. Ты издеваешься? Ты готовила. Ты готовила яичницу. Ты готовила. Ты готовила. Короче, ладно, мы вместе готовили эту яичницу. Ага, у нас ничего не получилось, поэтому, как бы, сейчас я буду пробовать мармеладную. Пожалуйста, моя карточка. Мармелад. Полина, кушай это сама. Ты будешь за мармелад? Да. А если она недоваренная, Карин? Недоваренная. Итак, обращаю внимание сразу же, ребятки, на то, что мармелад очень мягкий. Очень мягкий. Господи, мармелад со вкусом яичницы, это что-то нереальное. Ребят, это реально шок. Охренеть. У нас с Кариной получилась довольно вкусная яичница, и мне она нравится, хоть она тут недожаренная, хоть она тут плохо выглядит, я ставлю 8 баллов. Хорошо, а я ставлю 10 баллов из 10, так как яичница очень мягкая, она свежая, она вкусная, и она реально похожа на яичницу. Хоть видом, но не вкусом, ну, как бы, вкус яичницы через мармелад не передать, но это реально офигенно. Так что, такие вот дела, ребята. Мы попробовали все, что у нас было. Ну, и мы хотим вам пожелать огромное спасибо за просмотр. Че? Мы хотим вам пожелать огромное спасибо за просмотр. Ой. Да, ребят, мы вам желаем сказать нам, ой, чтоб мы вам сказали огромное спасибо. Наша речь. Спасибо. В общем, как-то не так смесь мармеладных и настоящих продуктов на нас подействовала. В общем, спасибо вам большое за то, что досмотрели это видео до самого конца. Ставим лайки, подписываемся. И в моем тикток аккаунте по ссылке ниже в описании мы с Полиной попробуем вот это огромное, преогромное, максимального размера шоколадное яйцо. И еще очень много всяких других прикольных штук, огромного мармеладного медведя. Так что подписывайтесь на мой тикток. А мы вам говорим спасибо за просмотр. И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!